Почему это ДС, да еще и Партия экономической свободы не вошли в коалицию? Во-первых, во-первых, нас туда не звали. Мультисум в Укате, Пау Цивера и Лекте. Много было званых, да мало избранных. А потом естественная деликатность, поскольку люди создают электоральную партию и демократический союз никогда не стремился быть электоральным, а воспитывал электора очень неласковыми методами, мы никак не увеличиваем их шансов на избрание. И когда, дай бог, четыре демократических лидера договорились, что тоже было непросто, и начинают как-то подгонять друг друга организации, если в эту шлюпку еще влезут Партии экономической свободы и демократический союз, которые гораздо более западнические, антисоветские, откровенные, то эта шлюпка потонет. Дай бог, чтобы эта партия расцвела, не было у нее там проторий убытков, и чтобы она дошла до выборов в своем сегодняшнем составе. Мы их поддерживаем всячески. У нас есть двойное членство Демократического союза, в регионах люди вступают в партию народной свободы, но, вы понимаете, если туда пойду я, каждое мое слово будет немедленно занесено путинской пропагандой насчет этой несчастной партии, и не факт, что часть их сторонников не начнет с криками ужаса разбегаться. И Валерия Ильинична очень точно сказала, что главная причина в том, что нас не звали. И слава Богу! Потому что политическая партия, вот процесс создания политической партии, это процесс поиска компромиссов между лидерами вот этой новой политической партии. Значит, все видели, как это тяжело происходило и происходит в солидарности. Все понимают, или если не понимают, значит, вот послушайте, это очень тяжелый процесс. Процесс согласования позиций Владимира Рыжкова с Владимиром Миловым, с Касьяновым, с Немцовым. У каждого в какие-то, с точки зрения, может быть, с точки зрения внешнего наблюдателя, какие-то очень несущественные, тонкие отклонения в позиции, которые очень существенны для них. То, что за Касьяновым стоит не очень сильная структура политической партии, и за Рыжковым почти ничего, и за Миловым ничего. И за Борисом Немцовым, в общем, не очень сильная политическая структура, говорит о том, что пока это партия четырех лидеров. Вот если туда, в этот супчик из картошки, мяса, лука и соли добавить еще Валерию Ильичу, в виде ананаса, в виде ананаса, да, или меня, в виде, чего там совсем уж не годится, в виде перчика, то получится очень невкусное блюдо. Поэтому это правильное решение. Ограничить начальный состав команды. Да пусть люди для начала возьмут 300 шагов к свободе, самую продвинутую программу солидарности, и сравнят с программой и принципами демократического союза. И, знаешь, как на картинке бывает, найди 10 отличий. Вы здесь столько отличий найдете, мы гораздо более откровенные, мы очень резкие. Главное, мы их поддерживаем. Мы их поддерживаем. Мы поможем, чем можем.